друзья мои всем большой привет мои зрители постоянно знают что если мне что-то в голову то пока этого не добьюсь и не успокоить было в голову построить какое-то убежище на таежной речке в диких местах именно где-то вот здесь я сейчас нахожусь было давно хотя многие могли подумать когда я летом ходил искал место под избушку под новую это было снято не здесь я искал место но и здесь я хотел построить что-то я это сделаю пока в голове конкретной картинки не сложилось еще что это будет но могу сказать точно что в планах строить что-то полу землянки это будет убежище которое нужно не для зимовки по крайней мере пока и устроить что-то такое что можно прийти вот допустим сейчас со спальником и без печки допустим или без какой допустим но имея с собой какой-то небольшой обогревательный прибор газу газу горелку либо что вот такое можно было переночевать в этом помещении дальнейшем может быть приторгами сюда и печку какую-то но это будет делать все таки не совсем комфортно потому что сюда тащить что-то практически невозможно но нет ничего невозможного я сам себе уже в этом убедился то что начинаешь вроде думаешь сложно сложно но в итоге и дело сделаешь и получается даже лучше чем запланировано есть конечно зрители которые считают мои постройки то что я строил уже до этого до сегодняшнего дня полным фуфлом и недостойным уважения потому что бывало такое неоднократно в комментариях тут дело сугубо лично каждого я делаю для себя не для кого-то удивить кого-то я не планирую главное что было мне комфортно здесь время проводить чтобы я мог прийти сюда допустим вот в данное место идти с удочкой здесь очень много всего интересного неизведанного по изучать просто данную территорию мне очень хочется и речку и лес и поляны здесь все это очень охота побывать печки ведь обретели поют и ничко антидна деревьев через через познакомиться с местными обитателями которые чирикают летают послужит пик тени ну и просто-напросто сиды пришел сюда чтобы я не было чтобы те было где переночевать а не под открытым небом чтобы ты развалился тут потому что есть под открытым небом ночевать ну не совсем скажем так комфортно и даже не в комфорте дело и совсем как-то будет приятно потому что здесь есть и дикие звери и здесь немало дальнейшем встречаться с ними если честно и меня нет никакого желания сюда я совсем другими целями пытаюсь ходить главную очередь это ариус рыбалка изучение местного водоема это на первом месте все остальное уже постеростепенно ну что ж приступим что-нибудь строить сразу объясню за территорию где как как выбрал вот здесь площадка вполне подходящая где березенька валяется этого сухая гневая она уже не сухая здесь можно сейчас строить во первых есть много валежника это я заметил когда приходил сюда до этого он на той и найда сид елочки чай пил здесь довольно таки хорошая полянка то есть корней не должно быть и деревьев которые будут мешать копать во вторых смотрим чтобы не было деревьев которые могут упасть и вот это вот береза прямо она сухая но это ничего страшного по факту она ее можно самому вольнуть бот и бот сильно мешать посмотрим из чего она состоит мотруха 1 во вторых все-таки это как землянка не землянка место выбираем не самой низине вот там речка уже бежит повыше чтобы было сухо за пасеком совсем на уголку от лезть и далеко не стоит не вижу там тоже смысла никакого где речка недалеко и место сухое как-то так ну чтож можно начинать а а а Продолжение следует... 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 те кто смотрит меня давно знаю что эти места у меня связаны с не совсем хорошими воспоминаниями не буду зацикливаться лишний раз об этом сказать сильно неохота но все-таки было было и благодаря в принципе от этим воспоминаниями познакомился с этими местами ну и легли в душу как-то они мне захотелось сюда возвращаться еще очень красивая живая природа ну и постройка чего-либо была в голове запланирована говорю уже давненько так что пусть это будет тяжело но все-таки я буду иметь здесь свое укрытие уже приличное время колупаю здесь на пальцах уже чувствуются мозоли да и руки не привести расти вот самая большая глупость у меня постоянно работаю без перчаток это меня наказывал жестоко вот здесь мозоли она уже протерлась копать тяжело но я друзья еще раз говорю торопиться никуда не собираюсь в этом сезоне мы варап с планах это и заканчивать то есть буду делать не спеша более менее культурно надежно чтобы потом самому получать удовольствие данного помещения они просто пришел какая-то яма с крыши залез туда и спать что было все культурненько столик все равно сделаем понятное дело что сюда досок не натаскаешь уже как мы делали это где-то раньше не дорог не тропинок сюда нету практически до места до сюда точно не добраться так что будем все из подручных средств практически делать возможно так для дверей там какой-то там не знаю столешницы что-то и придумаю попроще так то вам валежника много строить можно здесь еще дофига струй материала друзья если вам нравится мое видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал вам это не сложно а мне приятно также можете нажать колокольчик чтобы не пропустить следующее видео друзья вам вот мне все видно но все-таки геометрия некоторая умеренно приблизительно потом дальше можно расширяться сужаться вам как хочешь но примерно вот такого размера хочу сделать избушку почему я не могу назвать я не землянка не избушкой ну что-то не то ни другое это что-то среднее потому что в землю уходить далеко не буду но и строить целиком избушку здесь не вижу смысла проблематично довольно таки а так не знаю надюхо торт и торт и торт конечно силу это убьет кучу но здесь я часто не буду появляться так что для каждой не набегаешь и даже если набегаешь так тут с ума сойдешь пока ходишь так сил куча уходит а так ну примерно видно сейчас еще буду дальше углубляться вот видно лучше вся главное сходить перекусить маленько ребята обед перед тем как перекусить на хотя бы чуть-чуть руки сполоснуть до речки дайте такими руками есть или не рекомендуется давайте прогуляемся один раз полюбовимся данной речушкой неописуемая красота речка с наличием бобров небольшим наличием рыбы все таки она здесь присутствует течение данном месте практически нету найти местечко где можно руки помыть что здесь не везде спуститься можно ну или можно но очень важно потом ботки опусты это этом купаться можно здесь для хорошего по хорошему без мылости на руки не ум так хотя бы полоснуть один мозоли кровяные перчатки приобретать так 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 Продолжение следует... Что ж, друзья, немножко перекусили. Можно и дальше копать, дорыть. Все время долго здесь сидеть не будем. Длини нету надолго. Да и сил тут. Я говорю, первый стартовый. Сейчас, в последнее время, что я делал? Нифига, да, все на расслабоне. Такой сложной работы не было. Поначалу построили избушку, таскали блену там на горбу. Сейчас все так по лайту. Дошел, посидел, поколотил, гробатно ушел. Сейчас сразу опять так раз. И с этими корнями тут перекапывать все это хозяйство. Как непросто, друзья. Говорю вам. Сейчас покажу. Видите? Мозоли уже лопаются, кровяные. Не совсем. Удобно, говорю, без перчаток. Руки в земле. Натирается быстро все от черенка, от топора. Ну и хрен с ним. Это быстро все привыкается. Продолжение следует... Руки в земле. Руки в земле. я друзья буду объясняться делом на подгорке все наши постройку для этого нам надо выровнять вот допустим не показать просто вам визуально данный момент не видно пусть идет в ту сторону как горка если будем копать каждый раз до конца на лопату у нас в итоге получится не ровно площадка то есть на на площадку эту выравнивать со временем сейчас я не до конца докапываю возвращают начинает докопать и как буду видеть что у нас примерно идет горизонталь отличного качества то есть ровно можно заканчивать и все уже на всю длину план всю площадку копать дальше сколько копать глубину буду будьте сейчас надо сам пока что не знаю все так пока только мы стены в голове а Вроде бы разобраться, ничего хорошего не сделали, тем не менее, руки уже не слушаются, все. Сами кисти, пальцы уже, тем более эти. Трясутся руки от напряжения, это не глядки дома копать, тут совсем другое, подключаю и буду возвращаться домой тихонько, идти не близко, но не только идти и ехать еще, тем не менее, просто-напросто время было бы мне сейчас что-то делать, я бы уже просто-напросто не мог. Друзья мои, повторюсь еще не раз, что в своих роликах я никого не учу, учу только одного человека, это я сам. Любые постройки, которые я построил, которые я планирую построить, я делаю чисто на импровизации, я никогда ничего нигде не смотрел, как это делается, получается так как получается, конечный результат меня в принципе устроил всегда, не было такого, что я что-то построил и меня это не устроило, так что и это первый шаг нашей большой интересной стройки, думаю многим будет интересно просто посмотреть, понаблюдать, получится у меня что-то интересное или нет, но я думаю все равно я достигну как минимум той цели, которую запланировал, то есть как я себе это представляю, так она и будет, возможно лучше, возможно хуже, но торопиться я в любом случае не буду, еще раз говорю, до конца сезона на наступление снегопада у нас есть еще время, сколько успеем построить, столько и построим, а остальное продолжим делать в следующем сезоне, но сейчас тихонько будем отправляться в сторону дома, путь нам не близкий, прощаться не будем, может что-то еще интересное покажу вам. возвращайся вот от этого куста, то есть из того вот леса, дым оттуда шел, когда мы первую дорогу шли, сейчас нету, что-то был костер чей-то, не намного дальше от меня он был на километр может максимум, туда глубже влез, где-то на пригорке, я снизу вот здесь в ляжении был больше, костер сгорел где-то на пригорке, там души. Надежда цоропится, бежит, эти места у нас знают, еще не хуже меня, подключило все. А так, если не знаешь, посмотрите, кругом все одинаково, ну только вот то, что если будешь на такую дорожку, можно маленько разобраться, ориентироваться. А так, где ты находишься, ты поймешь, даже в полях можно в этих потеряться, хотя на то, что вроде бы как вот здесь находимся и не лес совсем вовсе, но это все, ни о чем не говорит, потеряться можно не в лесу. Наконец добрался до велосипеда, сейчас отправляемся тихонько домой, друзья, если завтра погода не подведет, вас ждет новое приключение, давно тоже планировал, никак так выбраться не могу, так что следите за новостями, думаю, будет интересно. Ну а на сегодня все, будем обращаться, сюда мы вернемся через пару дней, я уже говорю, что более двух раз в неделю вряд ли сюда получится ходить, потому что, да потому что объяснять 10 раз не буду. Ну а на сегодня все, друзья, увидимся завтра, всем пока, до скорых встречи. Пока, до скорых встречи.